Меня зовут Сергей Турко, я главный редактор издательства Alpina Publisher. Я очень рад, что именно мы смогли издать эту прекрасную книгу, о которой пойдет сегодня речь. Эту книгу мы сделали не как отдельный проект, это часть серии, которую где-то с год назад Федор и Александр Соловьев предложили нам сделать совместную серию и я быстро согласился, потому что давно мне хотелось начать делать книги, где понятным языком рассказывается о том, как устроено международное отношение, как делается дипломатия. Книги не академического плана, а популярные, которые дадут народу какое-то понимание того, как это происходит на самом деле. Потому что дискуссий очень много на эту тему, из ящика постоянно, такие ток-шоу. Часто это весьма низкопробные материалы и нам хотелось сделать это на хорошем, качественном уровне. А где еще кроме как в журнале «Россия в глобальной политике» публикуются взвешенные и адекватные материалы на тему международных отношений? Я долго говорить не буду, потому что здесь у нас есть уважаемые авторы, есть прекрасные эксперты. Я передаю слово находящемуся сейчас, к сожалению, не здесь, но в онлайне, думаю, прекрасно видному Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике». Федор, тебе слово. И дальше, соответственно, у нас будет уважаемый автор. Спасибо большое. Я планировал быть на месте, но у меня сразила какая-то неведомая хворь. Надеюсь, что не та, хотя есть какие-то нехорошие предчувствия. Но, тем не менее, спасибо современному космосу, как сказал Валерий Валерьевич вначале, когда мы друг друга видели, через него мы можем общаться в любом состоянии уже теперь. Действительно, мы тоже очень признательны Альпини и Павлишер за эту идею. Она совместно родилась. Ну, я бы не ставил таких амбициозных задач, как только что сказал Сергей, что мы хотим объяснить, как оно все работает. Потому что как оно все работает, на самом деле мы не понимаем тоже. А глядя на то, что происходит вокруг, и последние десятилетия, и годы, и даже дни, если уж совсем фокусироваться, то можно только хвататься за голову и понимать, что то, как раньше пытались объяснять вот эти самые международные отношения в соответствии с одной стороны теориями, а с другой стороны какими-то заведенными практиками, такое впечатление, что все это можно уже сложить в архив. И поэтому задача этой серии, она крайне амбициозная и сложная. мы стараемся находить авторов и приводить книги, где, скажем так, ставятся очень серьезные вопросы, и ставятся они отлично от тех стереотипных постановок, к которым мы все очень сильно привыкли, особенно за последние 30 лет. В этом плане та книга, о которой сегодня пойдет речь, она, может быть, идеально попадает в эту задачу. Я Ивана Крастева знаю, наверное, лет 15, Стива Холмса меньше, но он тоже знает. И могу сказать, что Крастев всегда меня поражал тем, что у него какое-то есть, там, 15-е чувство, когда он улавливает какие-то эманации в воздухе политических задолго до того, как их начинают все обсуждать и считать очевидностями. Это великий талант в наше время, потому что кроме эманации сейчас уже ничего не остается. Если их правильно угадать в свое время, почувствовать, то как раз добиться можно гораздо большего, чем путем глубочайшего анализа. Вот эта книга, на мой взгляд, блистательный пример успеха авторов, потому что она была написана буквально за несколько месяцев до того, как все то, что там предсказали, случилось и даже в большей степени, чем можно было ожидать. Речь в этой книге не о том, что, значит, либерализм рухнул, а кто-то там поднялся, а о том, что все те схемы, которые мы считали правильными и незыблемыми, не то, чтобы они оказались ложными, но они как-то вот очень стремительно устояли, будучи реализованными. И вот это самое интересное, наверное, ведь книга вроде как про крушение либерализма, но на самом деле она описывает его блистательный успех. Но вот только результат этого успеха оказался не такой, как думали. И я думаю, что конец, вот завершение этой книги, кто ее прочитает, я надеюсь, что многие ее прочтут, где авторы робко-робко пытаются взглянуть на хотя бы ближайшее будущее, вот это, конечно, самое интересное и самое рискованное. Но та мысль, которая там проводится, и мне она показалась очень важной, заключается в том, что мы можем сколько угодно ругаться на тот порядок, который пытались построить и который сработал, а потом повернулся своей оборотной стороной, но это совершенно не означает, что то, что идет на смену, нам понравится. Не только, значит, либералам, которые видят крушение своих мечт, но и тем, кто хотел крушения этого либерального порядка, а теперь с некоторым недоумением и ужасом смотрят на происходящее, потому что вроде как ожидали до другого, а что же это такое? Вот мне кажется, что вот эта вот книга, которая показывает всю неоднозначность идеологических и политических процессов, а, конечно, в международных отношениях принято все-таки говорить о жесткой силе и так далее, но в книге «Красивый Холмс» речь идет об обществах, прежде всего. Все происходит из общества. С этим можно спорить, но изложено очень убедительно, и мы видим на примере и России, и Восточной Европы, и Соединенных Штатов, как эти общества, увлекшись этими идеями, вдруг обнаруживают себя совершенно не там, где они ожидали или где они боялись оказаться. Вот, мне кажется, вот такие общие мысли, а дальше, конечно, я думаю, надо уже быть у вас. А, Иван, будем рады вас выслушать. Здравствуйте, спасибо за эту возможность, чтобы поговорить о книге. Спасибо, сперва, к пилоту за то, что я зарекомендовала эту книгу. Александр сделал абсолютно прекрасный перевод, так что, наверное, по-русски это звучит даже лучше, чем по-русски. И спасибо за то, что вы решили эту книжку издать. Знаете, я не буду книжку прерассказывать. Есть две вещи, почему я это не буду делать. Первая, потому что, если я там хорошо расскажу, никто читать не будет. А вторая, все-таки у меня русский язык довольно болгарский, так что я не хотел, чтобы радость русского, дорожного русского языка у вас отнимать. Я начну с того, о чем эта книга, не о чем эта книга. Знаете, эта книга не отвечает на два классических русских вопроса. Это не книжка о том, кто виноват. В каком-то смысле там нет то возбушение, то, что там не сложилось, кто-то там неправильно что-то сделал. Это не о том. И вторая, есть тоже не книжка, что делать, потому что, честно говоря, я не знаю, что делать. Но для нас было важно понять, что случилось в последних тридцать лет, потому что мы считали, самое главное, которое нас занимало, на то, что уже не что, какой-то период закончился. И это мир после холодной войны уже закончился, какой-то другой мир проявляется. Я думаю, теперь после этой пандемии это довольно видимо для всех. Мы хотим понять с первого, на что был построен этот мир, почему он успевал, почему после этого появились кризисы, разные кризисы, которые мы говорили о Восточной Европе, о России, о Соединенных Штатах. Я начну с того, что книжка начинается. Она начинается с первого выражения, на первом странице написано, что «Будущее было светлее вчера». А это такой скритый цитат, потому что в далеком девяностом году вице-президент тогда сошла Дан Пелл, который не был известным интеллектуалом, скажем. Он хотел сказать, что мир будет получше завтра. Он сказал, что «Будущее будет светлее завтра». Оказывается, что «Будущее было светлее вчера», потому что когда в девяностых мы посмотрели на мир, у нас была иллюзия, что мы знаем, что будет. Было такое ощущение, что закончилась идеологическая война, там больше противоставление двух универсалистских теорий. Так закончилась, потому что коммунистическая идеология просто окончилась самоубийством. И в результате этого было ощущение, что мир будет похож на Западе, потому что каждый в каком-то смысле будет имитировать Запада, потому что другого младьего просто не было. И это без альтернативности для вероятной демократии. Я думаю, что это было самое главное такое ощущение девяностых. Какие-то будут имитировать получше, какие-то будут все это просто играть на демократии. Но было ощущение, что только она играла у нас сам. И мы хотели увидеть, как все это сработало. В этом смысле идея имитации довольно важна в этой книге. Мы на самом деле думаем, что этот 30 лет была эпоха имитации, что было какое-то разное поражение того, как две части мира хотели имитировать западного общества, не просто политических, а также дорого органа общества. Мы рассказываем три разные истории, что случилось, и так эта эпоха имитации закончилась с кризисом в разных частях мира. Теперь это был выстошный бог, которая на самом деле выстошный бог очень хотела стать, сейчас западом стать как запад. Но это в каком-то смысле здесь закончилось появление попульсских правительств, скажем, в Польше, в Венгрии. И самая сильная такая перемена можно увидеть, когда негирский пример Викорбан несколько лет назад сказал, 25 лет назад Магель 12 был запад, и первым таким, что мы не стали Магель для запада. Это было просто после миграционной кризиса в Европе. Мы хотели увидеть почему, какая проблема с имитацией, что это такое, почему имитировать так трудно. И в Восточной Европе для нас важны три вещи. С первой, когда ты хочешь стать имитировать кого-то, когда ты хочешь стать как кого-то другого, с первой ты признаваешь, что он получит тебя. Если я хочу быть так, это значит, что ты лучше меня. А второе, это значит, что я не буду сам собой, что как-то у меня какая-то дефективная сущность. Я думаю, что это было довольно хорошо понятно для многих из этих попуистых лидеров, для которых самое главное послание мы не хотим уже имитировать, мы хотим быть самым спортом. А второе, самое главное, если ты думаешь, что все это связано с имитацией, всем моим людям на Западе, когда существует такая проблема, почему ты надо сидеть в Польше и ждать, когда Польша станет как Германия, когда тебе просто можно уехать в Германию? И это самый главный парадокс Ливеральной революции. Знаете, после каждой революции, очень много людей покидали страны, страны, в которых революции случились. Но скажем, после Большевистской революции, те, которые покинали, в первой это были враги революции. Это то, когда Ниберальная революция в Восточной Европе успела, те, которые первые покинули своей страны, это были победившие ниберальные классы, для которых просто не было времени ждать 14-го мира их общества. Много из нас захотели жить на Западе, то есть многих из наших обществов, уже 10-15% населения используют эту возможность, чтобы жить в Западной Европе и Соединённых Штатах. И это создало особая политическая ситуация, которая, я думаю, довольно сильно повлияла на то, как голосовали Дукеи в Восточной Европе последние 10 лет. Когда мы интересовались, что происходило в России, первая проблема, первая проблема для нас в России связана с тем, что, конечно, все говорили, что мы все победили. Но так, если ты жил в России в 90-х, это не было ощущения, что будет сильной победой, там была очень сложная ситуация. Конечно, Россия потеряла свое политическое значение после конца Советского Союза и то особое ощущение, в котором, в каком-то смысле, понимаешь, мы победили, почему-то у нас все победили, как будто мы проиграли. И я думаю, что это создало то особое ощущение, которое для меня важно понять российские политики на последние 20 лет. Нам было интересно показать две разные формы имитации. Мы интересовались первые десятилетия Путина, и для нас самый главный вопрос, связанный с проблемой демократии. Я думаю, что это первые десятилетия было. Скажем, почему в 2004 году президент России организовал, ну, как сказать, не так уж свободные выборы, когда он мог довольно спокойно выиграть абсолютно свободную выбор. И для нас это самый главный вопрос, связанный с проблемой демократии. Я думаю, международный мне довольно тоже интересовался с этой идеологией без альтернативности. Радокциально, когда в глобальном мире это была идея без альтернативности западной демократии, в России появилась другая форма без альтернативности. Это была без альтернативность политического лигера. Просто все время выборы организовались не для того, чтобы людей выбрали, чтобы они поняли, что альтернативы нет. А тогда последние десять лет мне было интересно увидеть, как проблемной имитацией стал оружием просто для демократии этого либерального порядка, когда основные действия российских государств было сказано, хорошо, мы будем делать то, что вы делаете, чтобы вы поняли, что они не так уж разные. Мы будем делать вами то, что вы думаете, вы делаете нами, и тогда уберите, что нет никакая моральная разница между нами. И это очень сильная форма какая-то противоставления, в которой тебе не нужно показать какую-то альтернативную модель. А ты играешь на самой идее без альтернативности, чтобы сделать ее проблематичной. Проблема веки тоже довольно интересна. Конечно, мне трудно понять, потому что человек, который имитирует кого-то, у него появляются проблемы. Но почему только как его имитировалось? Почему Магеллер оказался в кризисе? Я думаю, что это довольно интересно, потому что Трамп, первое, который понял то, что имитация законного Магеллера создает два проблемы для Запада. Первое связано с тем, что когда все тебя имитировать, у тебя просто исчезает критическое ведение своего собственного общества. если все хотят стать как тобой, значит, у тебя все хорошо. А второе, когда ты сидишь в бизнесе, в бизнесе самые опасные конкуренты это те, которые тебя имитируют. Значит, они все твои критеринства берут, а ты за этого не платят. В этом смысле это появилось основное послание Трампа за то, что Америка является самой большой, она потеряла глобализацию, Америка вообще не выиграла, Америка проиграла из последних тридцать лет, и сейчас американского общества с Трампа согласились. Мы заканчиваем книгу на страну, которая не так нестила, не я так хорошо знаю, это Китай, потому что для нас самое главное у Китая было, что все время они там брали какие-то западные модели, все это делали, но все время настаивали, что они ничего не имитировали. Это все было по китайски. Все это было с китайским характеристиками. И в этом смысле, я думаю, мы уже в таком-то другом смысле, в другом мире, в котором Запад уже не уверен в то, что будет имитировать, будет имитировать другими, это так хорошо. Другие не уверены в том, что надо так-то сказать имитировать Запада, потому что существует кризис модели. Скажем, в Болгарии здесь лет назад, когда у нас были какие-то проблемы, мы всегда говорили, это не может никогда не соучиться с Великобританией в Америке. Мы уже этого не говорим. А с другой стороны, честно говоря, я не вижу какого-то собственного успешного моделя, который идет из России или из Китая, который может быть модель в России. и в этом смысле, и на этом я хочу закончить, есть какой-то странный мир, который появляется после пандемии. С одной стороны, мы видим очень сильный тренд фрагментизации. Какой-то тот глобальный мир уже не существует, так все это является фрагментацией. А с другой стороны, конечно, есть тот тренд геополитической поляризации противоставления Америки и Китая. Я думаю, в этом мире это будет довольно интересно, мне так уж приятно на все это смотреть, потому что то, что я ожидаю, что мы увидим очень сильный активизм из всех этих средних сил, middle powers. Те, которые не Китай, и те, которые не Соединенных Штатов, и которые в каком-то смысле даже более уязвимы в этом мире, который сейчас. Вы знаете, я надеюсь, что все-таки эта книга намного более интересна, чем то, что я рассказал, а то, что вы не видели из Ивана Холмса. Для вас, честно говоря, большая потеря. Спасибо. Иван, большое спасибо. Но я надеюсь, что увидим и вас не один раз, и Стивена увидим, и еще проведем вариант презентации, где будут возможности подискутировать с залом и задать больше вопросов, чем сейчас. У нас просто не так много времени. Поэтому я сейчас передаю слово одному из двух экспертов, тому, кто у нас находится в онлайне. Это Глеб Олегович Павловский. Глеб, рад видеть. Вот. Какое выращивание о книге, какое выращивание здесь? Здесь ценность для нашего читателя в этой книге. Спасибо. Да, да. Это книга для нашего читателя, потому что он привык к рассуждениям о том, почему что-то не получилось, или кто-то мешает, или почему все идет в правильном направлении. Эта книга не спрашивает о том, почему до сих пор у нас нет демократии, или у них нет демократии. Она про то, в чем мы живем. А мы живем, надо понимать, что мы живем в том или ином нарративе. «Кто не создает свой нарратив, тот вечно живет в чужом». Поэтому это книга о реальном мире, но о мире, который люди сами себе рассказали. И вот это делает ее чрезвычайно интересной. Что такое эпоха имитации? Что это значит эпоха подражания? Авторы настаивают, что это не какое-то искажение, это мир. Это мир, который был так устроен. И кого-то может смутить акцент на либерализме, но, в общем, он более характерен для Восточной Европы. Я не могу сказать, что для России либерализм в обычном смысле слова был консенсусом когда-либо. Это, скорее, последний плод по линии последнего времени. А вообще-то, говоря, проблема для нас была Россия и Европа. Россия и Запад. Подражали мы, да, достаточно давно, 300 лет. В общем, еще Арнольд Тойнби заметил, что царь Петр совершил нечто странное, что тогда было непонятно. он сымитировал в России европейскую цивилизацию. Это никому не приходило в голову. Имитировали что? Импортировали пушки, импортировали новинки, импортировали деньги, конечно, в обмен на механ. А имитировать, импортировать систему, импортировать Европу внутрь России – это была инновация. Это была инновация, которая породила, в общем, все проблемы нашей истории до сегодняшнего момента. Авторы фокусируются на ключевом моменте, который, честно говоря, является сломом модели. Он является ее цветением и ее катастрофой. Катастрофой модели подражания, которая в разных странах, в мирах современной планеты выглядела по-разному. В расти это подражание не выглядело подражанием либерализма. Оно выглядело, скорее, подражанием, попыткой еще раз, так же, как с коммунистической революцией, опередить, опередить, срезать угол, как говорят в России. Но на этот раз не коммунизмом, а капитализмом. Капитализмом, Западом. Мы не сильно разбирались в этом. А поскольку не разбирались, все было разрешено. Что сработает, то и хорошо. И возникла вот такая, действительно, очень необычная модель, которая соединяет в себе имитацию и амбицию, если так можно сказать. Причем амбицию в невероятном масштабе. Здесь, я бы сказал, что возникло, в России возникло то, чего не сложилось, к счастью, в Восточной Европе. Это особый тип власти. Комплекс, такой демонстрирующий, имитирующий власть. Она существует отдельно, наравне с другими ветвями власти. И, может быть, является центральной. Она, а не, так сказать, структуры жесткой власти. У нас действует гигантский комплекс, который готов в любой момент имитировать все, что угодно. Если надо будет завтра имитировать у нас, например, китайский образ жизни, я абсолютно уверен, что мы начнем имитировать китайский образ жизни. Будут включены соответствующие кнопки, и начнется процесс имитации. Как говорится, был бы заказ. А заказ состоит в чем? Заказ состоит в тематике мировой повестки. Мы непрерывно ссоримся со всем миром, но никогда не выходим, на самом деле это легко заметить, из мировой адженды, из глобальной повестки. Мы просто меняем состав тем. И поэтому для нас мировая повестка всегда для нас связана с выгодой. Всегда. Всегда существует какая-то выгода или возможность защититься, или возможность выглядеть сильными, мы чаще всего там, где мы слабы, там и слабы. И на это тратятся силы, время, деньги, и, в общем-то говоря, если так можно сказать, интеллектуальные силы. В ходе этого возникают вот такие странные вещи в тени этой демонстрационной власти, вырастают, конечно, вот какие-то отряды вагнер, вырастают институты, разрабатывающие способы отравления и яды. Вырастают разные то ли государственные, то ли не государственные структуры контроля. Причем они очень интересно работают. И вот эта демонстрационная власть, то, о чем я рассказываю вам, можно описать в сегодняшних отношениях Белоруссии и России. Президент Лукашенко еще в 90-е годы начал фактически строить ту модель, которую он в России еще не строил. А сегодня, в ходе, значит, нынешнего белорусского кризиса мы увидим удивительную вещь. Александр Лукашенко пытается имитировать Путину, пытается имитировать московскую власть. Это выглядит безумно смешно, если бы это не было так опасно. Он рассказывает Путину о том, какие страшные поздни против него готовит Запад. Но для него Запад — это Польша, для Путина Запад — это Америка, а для Лукашенко Запад — это Польша, прежде всего. И поэтому то, что существует польская угроза, и то, что канцлер Меркель первым делом сообщила в Польшу о происшедшем с Навальным — это говорит, это работа этой самой модели. Он пытается усиливиться в безнадёжном положении, потеряв все виды опор, и он имитирует то, что знает Москву. Прошу прощения, нам надо передавать слово нашему эксперту здесь в студии. Эпоха имитации — это просто мир. И эта книга, если кто-то хочет знать, в каком мире он живёт, есть смысл прочитать эту книгу. Это книга о нашем мире. Я второе такое, честно говоря, не знаю. Я тоже не знаю. Прекрасная книга. Её многие сравнивают по глубине раскрытия материала с Хантингтоном. Я полностью не в согласии. Но возвращаемся в нашу студию. Алексей Чесноков, вам слово. Мне кажется, вы как раз можете подхватить эту идею имитации и рассказать, кого же мы пытались имитировать-то вообще. Есть ли эта модель-то? Была ли где-то модельная либеральная демократия, которую все здесь имитировали? Спасибо. Перехватили у меня вы, получается, тот тезис, который я хотел донести до наших слушателей, до наших зрителей, а может быть и до авторов. Я внимательно прочёл эту книгу. Пожалуй, только один раздел, связанный с травмами Соединёнными Штатами, мне показался не столь интересным. У меня есть очень много замечаний позитивных у данной книги, но времени мало, поэтому я сосредоточусь на негативных. Конечно, через всю книгу скользит разочарование представителей целого поколения и представителей целой территориальной, как бы это правильно сказать, социальной группы. То есть Иван Крастев, как выходец из одной из стран Восточной Европы, конечно, испытывает разочарование в том, что те надежды, которые лелеяли в конце 80-х, начале 90-х, не сбылись. Были ли эти надежды реалистичными? Вот в чём вопрос. И что имитировали те самые режимы, о которых пишут в этой книге Венгрия, Польша, Россия? Где тот образец либеральной демократии, на который следовало бы ориентироваться? И если даже с точки зрения 80-х, 90-х годов можно было бы назвать и то, не в теоретическом, а в практическом плане, указав на ту или иную страну, то сейчас, наверное, сделать это затруднительно. И мы всё время оказываемся в ситуации, когда рисуются некоторые идеальные модели, которые никто не может достичь и которые не существуют в природе. И всё это напоминает ту самую опорю Зенона в Ахилесе и Черепахе. И мы каждый раз говорим о том, что вот пытаются сымитировать, пытаются достичь, но у них не получается. Чего достичь? Где тот самый образец либеральной демократии, к которому эти страны стремятся или которые они пытаются сымитировать? Это, мне кажется, важное замечание, потому что из книги не очень понятно. Стало понятно, кто парень, кто пытается заняться имитацией, но непонятно, кто те хорошие парни, которые выстраивают, собственно, ключевые образцы. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, я немножко специализируюсь в теме фарфора. Вот в своё время Европа привезла, когда фарфор, очень ценились подделки под китайские вазы, под китайские продукты. Сейчас в Китае и в Японии самые ценные фарфоровые вещи – это те, которые имитируют европейские имитации китайского и японского фарфора. То есть важный момент – это уже такой круг имитации, да? То есть мы вообще живём в эпоху имитации, в этом смысле я согласен с нашими друзьями, коллегами, но имитируются не только политические ценности, режимы, имитируется вообще многое всё вокруг. Мне показалось очень ценным замечание в разделе про режимы Польши и Венгрии, их реакцию на миграционный кризис, но, мне кажется, недостаточно в книге раскрыта проблема глобализации, насколько глобализация последнего времени, особенно последних лет 15-ти, сыграла свою вот эту негативную роль, поскольку все те демократические практики, которые касались свободы слова, высказываний, они каким-то образом были замещены новыми технологиями, интернетом, соцсетями и так далее. Это уже совершенно другая история, и там мы сталкиваемся, может быть, с даже более проблемными зонами. Мне, конечно, показалось, что эта книга написана не любящими Владимира Владимировича Путина и приписывающими ему некоторые мотивы, которые он не разделяет. Я думаю, что вот это главная проблема для многих исследователей, особенно экспертов, которые не могут держать дистанцию, и я себя тоже к ним отношу, потому что в этом смысле, когда ты так или иначе связан с активными действиями в сфере политики, ты пытаешься что-то либо переиграть, либо переинтерпретировать. И это, кстати, в книге очень заметно, влияние тех людей, которые хотели бы по-другому интерпретировать действия Путина. Кто-то из знаменитых, я сейчас не помню, сказал, что Путин играет сильно и опасно, потому что он играет выше своих возможностей или выше возможностей страны. И в этом смысле это высший уровень политики, играть выше своих возможностей, как играл Толерант на Ренском конгрессе, извините за такое сравнение. Но на самом деле я, конечно, рекомендую эту книгу, потому что она вскрывает некоторые важные линии противостояния, которые никуда не исчезнут. И во многом я согласен с позицией авторов Ивана Крастева и Хоумса, что нужно оставаться оптимистами и ориентироваться не на то, что либеральных демократий не сработали, а на то, что нас ожидает новый период, когда столкновения между различными практиками, и не только демократическими, они будут составлять сущность политики. В каком-то мере я считаю, что то, что либеральная демократия не оказалась победительницей, это и есть, собственно, торжество демократии, потому что если только какой-то режим или только какая-то модель окажется единственно верной или вообще признанной, то, во-первых, у политологов не будет работы, нечего будет анализировать, а во-вторых, собственно, это будет свидетельствовать о том, что никакой борьбы реальной политической не существует. Я считаю, что это очень полезная книга не только для специалистов по внешней политике, но и для специалистов в сфере современной идеологической борьбы. Там много чего пропагандистского, но авторам удалось обойти острые углы, хотя порой резкие оценки, конечно, заставляют задуматься и предложить, может быть, даже публично подискутировать над теми или иными аспектами. Обязательно прочтите книгу, мне она кажется очень интересной. Спасибо. Мне кажется, это как раз и хорошо, когда книга дискуссионная, когда есть о чем поспорить, Алексей, это, мне кажется, прекрасная красоценка, это плюс книги. Уважаемые коллеги, у нас так оказалось, что наши эксперты оказались такими дисциплинированы, что выдержали время, и поэтому у нас есть возможность из зала задать пару вопросов. Кто хочет, пожалуйста, протяните руки, и вот мы дадим вам микрофон. Спасибо. Вопрос такой. В самом начале ЛКМФ сказал, что изменения будут, но они почему-то все говорят, что они будут хуже. Откуда взялась вот эта идея, что то, что придется за Путиным, будет обязательно страшнее и хуже? У вас вопросы к Федору? Мне тоже, если хочешь. Федор, я вам фамилию Путин не произносил, что же у вас такая стихия в дискуссии. Конечно, это информация в режиме. Речь шла о тех вопросах, которые затрагиваются в книге, а там говорится не о Путине конкретно, не о Трампе или о Орбане, а о феномене. И феномене кризиса этого самого либерального мирового порядка, который на протяжении почти 30 лет определял мировое развитие. И кому-то он нравился, кому-то он не нравился, кто-то очень ждал, что он закончился. И вот он заканчивался, и даже уже закончился. Но тех, кто ждал, им ведь ждал о том, чтобы не было, они в некоторой растерянности, на мой взгляд, потому что выясняется, что этот порядок не идеальный, но он как-то пытался чего-то регулировать. А мы вступаем в период абсолютного такого мордобоя, когда, собственно, кто что может, тот кто и делает. И это просто с каждым месяцем мы это видим все больше и больше, и отнюдь не только в случае с Путиным. Поэтому давайте не будем фиксироваться на нашем молодцем. У Алексея комментарий есть небольшой. Я здесь не соглашусь. Дело в том, что в принципе книги не так много про либеральный мировой порядок, да и не было никакого либерального мирового порядка. Была, условно говоря, некоторая... Был мировой жандарм, как мы знаем, да, который некоторое время определял свою позицию по отношению, в том числе, к международному праву так, как он хочет. Поэтому называть этот мировой порядок либеральным я бы не стал. И мне кажется, что авторам как раз-таки неплохо было бы расшифровать, что они под этим имеют в виду. Потому что, собственно, если мы называем этот мировой порядок либеральным, то где же либерализм? Я в этом смысле как раз-таки не увидел расшифровки некоторых подобного рода терминов, которые мне кажутся принципиально важными. А с точки зрения того, знаете, как у шварцев сказки «Обыкновенные чудо» — все будет хорошо, все кончится печально. С возрастом политологи становятся пессимистами. Было бы странно, если было бы наоборот. Да, прежде чем коллега задаст вопрос из зала, может быть, тогда попросим Ивана кратко прокомментировать реплику Алексея, что он на эту тему думает. Мне, знаете, мне очень приятно, потому что самое интересное, когда ты пишешь какую-то книгу, чтобы был разговор. И, наверное, мы ее очень снова не пропустили, это верно, там какая-то любовь Марина Владимировна, что у нас нет. Но, честно говоря, эта книга не от Путина в каком-то смысле. И я думаю, что сама фигура и даже успех Путина очень связан с его формитацией. Это тот мир, который хотел имитировать Запада, позволил Путину играть выше возможностей страны, понимаете? И с этой точки зрения это довольно интересная ситуация. Я думаю, что это то, что и тоже Федорович хотел сказать. Когда все это началось в 90-х, было ясно, кто выиграл и кто проиграл. А 30 лет после этого, это не так уже, кто выиграл, кто проиграл, у каждого появляется ощущение, что мы проиграли. И в этом смысле мне довольно интересно, конечно, по идее, в разные детали. Я уверен, что мы какие-то вещи неправильно поняли. Я здесь, к этому точке, у меня довольно-таки это болгарское ощущение, что быть правым все время, это только большие государства это делают. Нет, у нас какие-то претензии никогда не было. Но для нас было важно открыть, есть ли какая-то общая черта этого периода, что это было. И когда Алексей говорит, нет, там ниверальные демократики, знаете, это верно. Но все-таки были какие-то вещи, которые каждый принимал как абсолютно очевидные. А значит то, что вся власть исходит из то, как голосовали граждане, проблема язык гражданских прав, который был язык, на который все говорили, те, которые в них верили, те, которые в них не верили. В этом смысле была такая нормативная основа, которая существовала. Но с другой стороны, где Алексей, конечно, прав, не просто то, что не существует такой образец, который все говорили, вот эта прекрасная имберальная демократия, но имберальные демократики все время менялись. Я думаю, что это была одна из интересных вещей, которые мы заметили в Восточной Европе. Представьте, в 99-м году, если вы какой-то консервативный гражданин Польши, что вам нравилось в Западе? Ну там они, как они, как коммунистические Польши, там есть сильное патриотическое чувство, мюнити-националисты. После этого у них уже появляется ощущение, что тот запад мимодельцы, санитар, это цикулярное общество, так, довольно глобализованное. С этой точки зрения, конечно, образец не существовал в реальности, но существовал представление и воображение восточных обществ в конце Холодной войны. Я думаю, что это была тоже та динамика, которая делит, которая нас было довольно важна. Тот запад, который мы имитировали все время, это не просто всегда реальный запад, но это был запад, который мы создали в годах Холодной войны. Спасибо большое. У нас есть один вопрос, я думаю, на этом мы вершим. Да, спасибо, коллеги, за прекрасную презентацию. У меня, знаете, вопрос немножко назад. Иван в самом начале сказал, что книжка не отвечает на два извечных русских вопроса. Кто виноват, ну и подразумевает, что делать. Кто виноват, честно, интересует меньше, а вот что делать, интересует очень сильно. И почему? Потому что, ну вот, лейтматика, насколько понятно, книжки «Почему запад проигрывает», то есть подразумевается, что там есть какие-то, так сказать, и кризис, и поражение, наверное, как тактические, так и стратегические. Так вот, вопрос, что все-таки делать, в частности, что делать в нашей стране в этой борьбе? Федор тоже упомянул, что сейчас мир такой сложный, все друг другу тупасят, да, он достаточно такой, так сказать, скатывается в дарвинизм в определенном смысле, но прикрывается-то все равно, и как бы тактически использует приемы. Спрашиваю вопросы к Ивану посоветовать, что нам надо делать. Что делать? Как нам бороться, так сказать, с этим проигрывающим терроризмом? Хотели знать ответ на этот вопрос? Иван, у вас же шанс, задать по нему ответ. Вы знаете, конечно, на этом веке нет, потому что с первым, между прочим, это заглавие, это английское варианте книги, называется «The Light That Failed». А мы, нам это заглавие понравилось, потому что существует такая книжка, это роман Кипплинга, в этом тоже заголовка. А то, что нам понравилось, что в этом, этот роман, у него два разные версии. У Кипплинга мать его была такая, довольно серьезная женщина, и меня захотелось, чтобы он написал роман, который был короткий, который был хэппи-энд. Так что есть версия «The Light That Failed», а в этого романа Кипплинга, которая такая короткая, из хэппи-энд. Но когда он писал этот роман, он сам был не так уж счастливый, так что у него есть тоже версия романа, которая длинная, и не так уж хорошо заканчивается. А для нас было важно показать, что мы не знаем, как мы. Конечно. Знаете, на вопрос, что Россия делает. Кто в России что делает. В этом смысле для нас было важно сказать, что то, что я думаю, хорошо в конце этого периода, либерализм всегда был очень сильно связан с куроризмом. В обществе понимание там, куроризм, который самая главная существность общества. Ну, такой гегемонный империализм, который существовал в последние 30 лет. Я думаю, что, наверное, гегемонию мы потеряли, но в результате этого выиграли куроризм. И с этой точки зрения, я не знаю, я думаю, что разные социальные группы, в России, у них довольно разные представления, кто делать и как это делать. Но у меня ощущение, что возврат и альтернативность очень важны. Какой-то период без альтернативности закончен. На Западе это было без альтернативности западного матери. Честно говоря, в странах, как и в России, но, честно говоря, и в Беларуси, это было без альтернативности какого-то политического лидера. Я думаю, что мы как-то все будем открывать альтернативность, а будет это хэппи-эппи, это будет не так счастливый конец. Мы это не знаем, все это будет в будущем. Коллеги, ну, прекрасное, я думаю, завершение, прекрасная реплика. И я думаю, что отременно это приглашение к тому, чтобы нам самим тоже на эту тему начинать думать, потому что никто не придумал другую модель, да, а что тут надо делать. Так что, уважаемые гости, большое спасибо, что вы были с нами. Большое спасибо Федору, Гребу, естественно, Иванову, в том числе и за собой, либо не только за дискуссию, Алексей. Так что, друзья, увидимся еще, надеюсь, не раз.